итак доброго вечера уважаемые любители футбола наконец-таки наконец-таки я уже соскучился честно говоря я думаю вы также западная премьер-лига 14 тур после зимней паузы возвращаемся мы на зеленый газон светлый парк действительно зима у нас была такая даже что практически зеленый газон у нас весь год оставался таким ждет нас интересная на самом деле встречи сказать лидеров лидеров нашего чемпионата футбольный клуб титан и футбольный клуб транс контейнер плотные плотные зарубы у этих команд всегда получается и в плане того что еще голов обычно в этих встречах не так много и понимаете насколько вот накал страстей всегда в этом матче такой что вот транс контейнер вот я хочу сравнить наверно с футбольным клубом атлетико да из мадрида вот это команда которая готова забить один гол а дальше ну фиг ты и вскроешь действительно вот титан ну наверно как манчестер сити в первую очередь какая семерка футболистов на поле и точно такая же семерка у нас на на скамейке то есть по составу понятно титан это сам настоящий на стоп и действующий чем западный пример лиги ну что ж у нас и наша встреча стартовала хозяева сегодня футбольный клуб титан они в полости в черной форме транс контейнер их сегодняшний соперник белый верх и серый низ встреч конечно же начинается с контроль мяча с контроль мяча за футбольным клубом титан давайте еще пару действующих лиц представим главный арбитр встречи владимир егоров а на резерве ему будет помогать евгений губин очень быстро быстро развивается у нас события на поле мяч очень быстро ходит от одной штрафной другой а вот уже карпов здесь капковом и вот ошибочка небольшая может быть нет нет все четко четко там играет артем фролов хотя андрей жарков было рядом рядом с ним и был готов подкрыть удар здесь и как же так ничего себе как быстро отвечает своей действительно очень хорошей атакой и дмитрий кондрашов был сейчас и близок к тому чтобы забить и быстрый гол в этой встрече но этого не случилось не случилось здесь это хорошо и высоко вот что непривычно видеть для меня на самом деле очень высоко сейчас транс контейнера действовал смогли не этот мяч перехватить действительно довели эту атаку до удара вот чуть-чуть точности не хватило тем временем же ульяненко илья в штрафной площади транс-контейнера и фалы фалы давай сейчас досмотрим этот штрафной удар ну а после него конечно же я действующие составы команды вам представлены конечно же должны мы с вами обсудить все те новости которые прошли за этот зимний период если конечно нас на это будет время потому что мы очень и очень бодро стартану стартанули и так двойка футболистов у этого мяча егений пастьянов рядом с ним иван шамарин ждем лишь только свистка от главного арбитра здесь будет розыгрыш капков удар под левую а мяч вносится крыловым жарков куликов и все все мне еще возвращается к футболистам титана ошибка здесь от бушу его зайцев аккуратно аккуратно здесь нужно играть около своей травмой заброс вперед здорово зайца подсказал что он будет здесь играть куликов по центру и что там все кричат о том что должно быть пенальти на самом деле четко здесь с первыми были на мяче сразу два футболиста титана и коллективный отбор не дали не дали здесь добраться все тому же дмитрий кондрашова до этого мяча да конечно он упал но здесь на самом деле какого нарушения правил не было я думаю если потом павту посмотрите я думаю тоже убедитесь в том что здесь четко без нарушения правила футболисты титана этот мяч отобрали тем временем уже снова атака еще одна волна ульянников хитро хитро задумал против красникова ну что ж есть не есть небольшая пауза давайте быстро быстро к составам команд такого начнем давайте с транс контейнера с номинальных гостей итак павел савоськин номер один конечно же в воротах без смен практически галки пертан с контейнера три защитника слева направо павел крыло в 14 александр красников но и 35 возвращается на позицию центрального защитника давненько мы его там не видели какая скидка шикарная и она по страховке здорово играет сейчас крыло хэл тарасов и под номером 17 справа защитил транс контейнера досмотрим эту атаку у титана остается остается за титанов сами этот вот меча из-за боковой а мы здесь зайца все четко подчищает 3 у пол защитников андрей шарков номера 18 вот здесь ошибка но было нарушение правил до этого и устное предупреждение получает дмитрий кондрашов следующее его повторное такое действие против соперника будет уже наказана желтой карточка так вот андрей шарков он номер 17 в центре поля сергей зайцев под номером 19 дмитрий кондрашов его под номером 11 пока только главное действующее лицо до вытапующих действий транс контейнера и впереди денис куликов под номером 77 пока у нас сша два человека на газоне красников и я ульянников было между ними стык да и сегодня очень часто между друг другом я думаю персонально конечно же сандр красников будет играть против илья ульяненко и так футбольный клуб титан вадим карпов 23 номера и вот здесь вот давайте начнем все таки первую новость да с того что ну александр звуев не был бы александром звуев да и просто руководство футбольного клуба титан да если бы зимой они не создали какую-либо такой действительно медиа бомбу в наших пределах западной привилегии ну которая точно своей волной выходит за пределы нашего региона западного ими виду конечно это то что главным тренером футбольного клуба титан нас этой зимней паузы стал сергей вадимович гурукович футболиста которого думаю слишком сильно представлять не нужно так вот теперь с позиции уже тренерской он согласился действительно возглавить титан и это его первый матч в качестве главного тренера этого клуба титан у нас готовился готовился зимой а пару спаррингов провел часто я кстати коллектив видел здесь как раз киносеток парке в эту зимнюю паузу по вторник четвергам стабильно у нас титан тренируется и вот именно с этого момента сергей гурукович как раз таки и присоединился к этому коллективу что же посмотрим посмотрим на действительно успешного игрока да ну и посмотрим насколько этот теперь уже тренер да будет я имею ввиду успешен относительно любительской футбольной лиги и футбольного клуба титан и почему я сделал это еще при люди потому что несколько сразу видны изменения в составе футбольного клуба титан потому что иван шамарин до привыкли мы что иван занимает позицию справа в защите также выходит в стартовой семерки да но вот здесь и из сегодняшней игры шамарин нас занимает позицию в центре поля что же интересный интересный ход и посмотрим и посмотрим как с этим он справится потому что у нас есть ему маду майга у нас есть и виталий комисов действительно игроки центральной линии есть и артем сергеев и представляете все эти три футболиста сейчас находится на скамейке а в центре поля со стартового свистка играет иван шамарин поэтому здесь действительно что и самый настоящий тренерский ход не за этим мы также посмотрим и так проводил карту я сказал да быстренько тройка защитников витар капков 33-й на 3 бушевых 5 и артем фролов 44 и мне ван шамарин 56 в центре чуть левее алексей киселев 99 чуть правее евгений севастенов 9 и илья ульянко 2 там впереди на острие понятно что позиции киселева и севастенова у нас чисто номинальные да и два края полузащиты которые не обязательно что будут все время например киселева справа да и севастенова слева нет это те люди которые конечно меняются несколько путают своих соперников своими действиями впереди она что несколько успокаивается успокаивается у нас игра на передачи вперед такого она не точно прочитано хорошо сверху фролов но здесь несколько опасно близко близко подходят футболисты трансконтейнера киселев хорошо ставит мяч севастенову разгоняется евгений по левому флангу убирает под себя дает киселева назад и будет удар нет все правильно дело на самом деле все киселев избавился он сейчас от своего соперника в виде павла крылова но вот уже помогли здесь помогли здесь павлу что освободился от опеки и уже был готов пробить алексей но удар точнее просто ему не дали этого сделать бушуев командовать здесь действительно все без изменений если посмотреть во первых и дмитрий как был капитаном титана уже очень кстати мы долгое время так он и остается и собственно также и выходит на своей любимой позиции последнего защитника остается мяч поле а вот и если бы куликов здесь не выключился а то принципе мог этот эпизод дальше доиграть не сносит здесь футболистов но конечно же все футболисты здесь сильные не сильно это внимание обращают создала прошлом на стартовый отрезок действительно он был очень хороший и все-таки в этом стартовом отрезке чуть ближе гол были футболисты транс контейнера разговаривали мы с до этого матча до начала до возвращения к традиционному нашему чемпионату и конечно же с транс контейнером виде андрей жаркова вот говорил о том что да вот действительно команда также не простаивала команда также зимой тренировалась тем временем атака севастьянов снова слева снова передача на киселева ну теперь уже будет бить алексей до ближний угол и павел савочки на месте аплодисменты срывает конечно же скамейка запасных титана снова розыгрыш шамарин нужно давать чуть быстрее ну и здесь уже вот эта передача на дальнюю в никуда получается от киселев да вот киселев точно помню прошлый момент здесь уже решил сразу сразу бить не тянуть все все сейчас 14 футболистов находится на половине поля транс контейнера шамарин здесь по привычке своего защитника именно с этой позиции хотел мяч бросить но виктор ковков ему подсказал что теперь ты играешь центре поэтому тебе нужно мне мяч отдать и именно виктор его его из-за бокового плотно плотно стоят футболиста транс контейнера со своими оппонентами красников корпус здесь ставит и под подтолкнул подтолкнули его несколько спину киселев ну извинился извинился да и это же стопы до дыржаку говорил о том что конечно же транскаты это команда которая не будет сидеть просто так так же ребят готовились к возобновлению сезона да и не забываем о том что транс контейнер то имеет у себя свой еще внутренний чемпионат поэтому эта команда также находится все время в тонус куликов вот спустя вот это как раз таки первый я думаю уже минут 10 у нас миновали да вот рисунок игры снова у нас возвращается к привычному относительно как раз таки игра этих двух команд контейнера и титана давайте также вам напомню что у нас именно эти два коллектива вообще начинали этот сезон 1920 начинали двумя поединками первый был за суперкубок запада второй уже был за кровь а тем временем да не можем не отметить здесь штрафный удар в исполнении этого футболиста до мужа и все вообще следящие за транс контейнером мы за этим привыкли а что там нет не было ничего на газоне у нас красников тем временем атака идет титана севастьянов удары забивает забивает титан хотя тем временем центральный защитник как раз таки транскортейнера все это время находился на поле но футболисты титана решили не останавливаться собственно на это они имели право свое атаку провели а вадим карпов хороший вброс на севастьянова именно сейчас евгений отличие своего гол кипера вот они две передачи иго илья уяненков становится автором первого забитого мяча розящая контратака ноги титан выходит вперед так вот да начал я вам говорить о том что сезон эти два клуба как раз таки начинали начинали они абсолютно одинаково две встречи за суперкубок 11 и там по пенальти выиграли все-таки футболисты титана со счетом 6 5 а потом сразу же следующей встречей матча первого круга западной первой лиги у титана по календарю снова был трансконтейнер ну и как вы думаете какой еще там был счет был точно такой же 11 на но так как понятно это чемпионат и никаких пенальти там абсолютно нету поэтому с ничьей с ничейного результата начал титан и транс-контейнер 11 на в той встрече у нас забивали я имею ввиду относительно чемпионата денис куликов и илья ульяненков так вот если у улейку уже сегодня есть один а бал в графе забитых мячей то теперь ждем забитом сейчас соответственно конечно от транс-контейнера неплохая неплохая сейчас атака то транспортников было хороший прострел с правого фланга от жаркова конечно привыкли мы и к тому что и андрей всегда очень активен впереди на самом деле столько здоровья у андрея столько рывков за весь матч он делает а вот здесь были фалы действительно были дмитрий бушуев хоть и разводит руки в стороны но ланимир егоров все прекрасно видел штрафной удар штрафной удар очень хороший очень хорошая точка для как раз таки левоногого павла крылова я думаю здесь но мало кто с ним поспорит за то чтобы этот штрафной удар пробить хотя вот рядышком рядышком артем уж и севастьянов два севастьянов у нас сегодня до обоих составов коллективов до евгений у а титана артем у транс-контейнер так вот как раз таки а артем севастьянов мяча вместе с палом крылом я думаю здесь все-таки павел крылов должен бить удар карпов и будет еще один удар и снова здорово играют футболисты титана пас назад и улейка бежит а но с авоськин здесь первый на мяч я на подборе реки транс-контейнера да вот достаточно хлад холнокровно сейчас сыграл красников но передачу мог отдать на чуть-чуть получше если было у нас изменением в составе транс-контейнер да так вот баллисты титана вообще еще не менялись как вышли футболисты с самого начала так играет и вот он а вот она замена сейчас готовится я думаю иван шамарину дадут подышать несколько в центре поля мамаду майга под номером 55 вот-вот появится на газоне желтая желтая карточка сейчас первое в этом матче ярко илья ульянков до илья ульянков 1 горчичник сейчас получает ну и как я вам сказал артем шамарин для нас для тех кто среди за завтра прилигая и для болельщиков титана я думаю как я уже и озвучил до позиции ванна центральная но пока так несколько не знаю ее за вот этот за первую смену сказать какую оценку не поставлю сейчас а шамарин еще одна желтая еще одна желтая ульянков на желтой теперь на желтый и не виктор капков здорово-здорово сейчас никита митин ушел своего соперника и в подкате четко в ногу к в ногу попал капков извинился извинился перед никитой никаких претензий конечно же и главного орбита также нет двойка на футболистов в стенке конечно же у мяча павел королев ну что ближний угол павел до или какой-то в розыгрыше нет больше по центру удар пришелся здоров здоров все по отбору сейчас за майга ошибка крылова продолжается атака ульянков разбегается по левому флангу под ним есть помощь виде капкова а вот теперь что еще одна желтая карточка но кому кому нет все-таки сергию зайцеву она хотя зайцев показывает что это симуляция была и он действительно не трогал ульянен кого вот я думаю где-то такой как раз и похожий диалог сейчас и сергей парит ну ты же сам упал и достаточно картин сыграл но нет нет из решения главного арбитра непреклонно будем считать что практически угловой сейчас долл и так и есть так есть угловой удар сейчас будет выполнена евгением севастьяновым я конечно по факту это штрафной подача на дальние был там а майга удар какой удар дмитрия бушуева 2-0 счет становится на подборе первым оказывается камеран команды титан и не долго думая в одно касание дмитрий бушуев замыкает замыкает этот подбор и и удваивает преимущество своего коллектива действительно мяч так красиво летела да может быть даже социально несколько замедленно это было и как савоськи не старался этот мяч и он вытащить не смог до 20 20 по ходу первого тайма если вспоминать опять-таки договорил я что очень плотные всегда игры между транс контейнером и титаном вот если из последних менять вот здесь еще один удар и кто там на подборе ленинков 1 еще один удар от фролова киселев сам на себя конечно только здесь обижается сегодня уже достаточно шансов у киселева было до вспоминаем мы как он тогда 1 момент где он убрал защите года но тогда успели подстраховать потом 2 момент где киселев в ближний угол бил но там уже савоськин ну а вот сейчас селеву нужно было именно самому по пробить получше бушу и здорово в обороне на это вода и еще расскажу там возвращаясь к истории этих противостояний ну из последних вспоминается самое большое это 4-0 4-0 по моему в прозапрошлом на прошлом сезоне одержал победу титан хотя первом круге того сезона выиграли со счетом 1 но что да здесь здесь так я так понимаю чередуются до либо у нас крупное поражение у транс-контейнера до либо очень плотная со счетом там 1 или 11 до встречи закончить но по крайней мере голов обычно в этих встречах забивается совсем немного всем немного как раз таки в среднем около двух да но эту планку уже выполнили и достигли футболисты титана но конечно на этом они останавливаться не будут ну и ко мне кажется нужен очень нужен футболистам транс-контейнер гол в первом тайме обязательно но к сожалению после вот этого начального хорошего старта от коллектив транспортников больше в атаке от них мы видели только лишь штрафные здесь мяч срезался но больше от своего игрока у транс-контейнера и поэтому лишь павел савоськин его зафиксировать как следует не смог не отметил я еще одно изменение в составе у титана майга удар и штанга агапсов удар ближний угол но здесь не точно то вот как раз таки а именно этот форвард и сам себя сейчас назвал своим атакующим действием битереговцев под номером 10 вместо ильи ульяненко алексей киселев отличный отличный отрезок но наверное даже не отличная хороший хороший все таки да был бы он отличным если бы киселев гол забил а так пока 4 и вместо него виталий комисов под номером 7 у титана ну как раз таки конечно в зону полузащиты контрашов пытался прессинговать там бушу его но все там нормально еще один штрафной еще один штрафной ну что ж если в атаке именно с такими атакующими действиями с какой-то комбинации или возможный у транс-контрейнера не получается да нужно находить шансы в штрафных ударах но теперь нет бавил крылов не сказать что до своей попытки исчерпал конечно нет и конечно же мы еще сегодня увидим его удары с штрафных теперь никита митин никита митин у мяча удар попадает мяч в стенку ничего себе карпов так уверенно на самом деле этот мяч сейчас провожал да он не с моей позиции показалось что все таки мог этот мяч сюда в сетку поворот на завалить подача такая очень мягкая требует требует буквально ки сейчас дмитрий агапцев от своего галкипера что вбрось вбрось этот мяч мне через все поле его прямую и обязательно решу этот эпизод очень сейчас настроен дмитрий агапцев на атаку очень жаждет он получить игровой снаряд ну вот он шанс смотрим в воздухе здесь все-таки лучше игрок на с контейнер комисов красников его накрывает смотрите видите все все футболисты которые не своей половине поля комисов нужно отдавать вот и рабочей ногой майга и вот так так назад и через свою половину поля агапцев вот просил просила эти мячи он уводил кавер карпово вот два раза вадим в зону агапцев их накинул но пока что здесь защитники транс-контейнера все попытки принять мяч нападающего титана свели на нет павел бочкарев под десятом номером появляется транс-контейнера меняет он никиту митина да вот вспомним да что до гуруковича футбольным клубом тита с позиции тренерская руководит алексей медведев да и там мы четко сразу просверлили тот факт что алексей медведев менял футболистов титан семерками давно или шестерками оставляет дмитрия бушую последним защитником дату приходом как раз таки тренера нового здесь замены только точечные только точечные по одному игроку так несколько состав меняется но не так что да как например первые 10 минут когда играет одни 7 человек а следующие 10 минут другие нет сейчас но я думаю и дальше в сезоне у титана будет не так это вот как раз до отметим и павла белого по до 88 номером вот сейчас как раз таки он пытался мяч в поле оставить вместо евгений вас севастер на поле выше но не держится не держится мячю более транс-контейнера на две передачи и всего и тут же титан этот меня себе забирать мне хочется конечно же какой-то позиционную в первую очередь атаку увидите вот с контейнер но надеюсь увидим ее не сейчас а уже в тайме на втором потому что первый тайм концу подошел выигрывает титан со счетом 20 достаточно уверенная действительно они создали моментов предостаточно забили свой голым был был момент да мы вспоминаем у длитри кондрашова сам начале встречи на первой или второй минуте ну что ж пошли команды несколько передохнуть давайте мы сделаем то же самое вместе с ним что же все готово практически к тому чтобы наша встреча продолжилась 14 тур западной прилиги вашему вниманию титан транс-контейнер 20 номинальный хозяева пока что впереди посмотрим каким настроем у нас транс-контейнер выйдут на той 2 и смогут ли для начала просто начать действительно очень хорошо в атаке как это у них получилось в тайме первом да и тем тайме забить не получилось хочется чтобы получилось во втором вот она неплохая диагональ и кто в центре фролов отличная атака отличная так вот здесь явно домашняя заготовочка вот транс-контейнера мы сейчас увидели до 2 паса диагонали пас-центр а вот право испортил фролов сейчас все эти атакующие планы транс-контейнера атака действительно это атака смотрелась очень перспектива вот так же обратили внимание спасибо нашему оператору и режиссеру трансляции алексей оксенофонтову да вот подобно коллективу аслан гатагов и этому руководителю с аслану гатагова здесь правда и желтая карточка сейчас будет маду майга три желтых кстати у нас уже у футболистов титана так вот если низкая бригада в виде николая мазурина да она находится на скамейке так вот посмотрите где находится нас главный тренера титана а он находится рядом с александром зубом а вот здесь вот на соседней вышке из именно с этой позиции следит за игрой и за своими за своими игрока до же интересное интересный факт посмотрим что во всех ли следующих встречах сезоне до сергей владимирович будет занимать это место так сказать тренерская да или же потом сейчас пару туров он посмотрит за своим коллективом с этой позиции да и потом вернется туда пониже на скамейка запасный ну и надо сказать что за первый тайм ну и я имею ввиду относительно какого-то подсказа именно тренерского я честно говоря не слышал не слышал вот именно тренера титан игра возобновилась игра возобновилась и впереди нас титан как я уже говорил да ну и впереди снова в атаке этот коллектив давайте быстренько к составу состав я вам напомню пост этого вот мяча виктором капковым севастянов киселёв ай как хитро и тонко хотел сыграть ульяненков прессинг прессинг сразу футболистов титана ничего они не дают сделать баллистом трансконтейнера заставляет их ошибаться и тут же себе мяч на возвращает фролов туда вперед выбивает карпов принимает мяч зайцев дает на куликова но здесь уже бушую киселёв здорово играет с ульяненковым и посмотрите как четко снова раскрывается атака футболистов титана и какой дальний хороший прицельный удар евгения севастьянова ну и виктор капкога и да ничего ничего уже не здесь нет позиция хорошая была в центре у севастяна подачи на дальние уже и удар головой от ульяненкова и я уже сегодня один гол забил это действительно оцелен на дубль севастянов все все футболисты очень высоко у титана подошли ну и здесь уже подказ от администратора футбольного клуба титана артура тарвузиана что все все высоко все в прессинг все чуть не переходе свою половину поля до туда на половину поле чужую чтобы вообще там с контейнеру не дать и малейшего шанса на то чтобы создать какую-либо атаку ну и это работает и это работает титана пролов вперед здесь киселев очень много пространства дает киселеву алексея дает дальше здесь красников красников играет здорово не подсказал не подсказал сейчас удар удар в ближний сомольский тащит тащит павел вот смотрите как здорово красников сейчас отобрал да но потом не подсказал не подсказал своему коллеги что он ему передача дает сразу тем время опять центр и вот наконец-таки киселев забивает наконец-таки алексей ну очень много у него сегодня попыток было не знаю с какой нот с 5 приблизительно наверно с 5 до алексей киселев это сделал 3-0 титан впереди так вот да я начал говорить о том что очень много пространства дают футболистам титан да посмотрите как всегда очень просто киселев это мячи принимает и соперник где-то позади от него метров двух конечно здесь нужно куда ближе и плотнее игрокам торт контейнера играть павел савоськин подсказывает подсказывает своим ребятам на поле что времени еще очень много очень много еще можно все исправить красников с ульяенковым а майга здорово здорово ставит корпус отдается на севастьянова отлично уленька пропускает и хорошо там дорабатывает на расов фролов и отворот от ворот эти составы быстро здесь у нас мало что поменялось карпов 23 воротах тройка защитников фролов 44 бушевых пятый и капков 33 справа тройка пол защитников киселев 99 слева севастьянов 9 справа в центре поле майга 55 хотя и эту встречу как мы уже отмечали да в центре поле иван шамарин начинала но свой отрезок он провел и пока что в центре поле будет действовать майга она впереди улево я ников второй здорово здорово приклеенный просто приклеены сейчас мяч у мамаду так просто него его не отберет небольшая ошибка митин дает направо тарасов здесь такой больше прострел получался ульяенков но не добежит не добежит капков до этого митча ну и правильно правильно здесь нужно попроще уже играть футболистом титан а вот раз контейнера конечно же здесь снова все без изменений с авоськин первый воротах тройка защитников тарасов 17 красников 35 и крылов 14 слева жарков в страшной площади удар и угловой угловой вот кто конечно может и должен добавлять в атаке у нас контейнера конечно андрей жарков но к нему к также очень пристальное внимание зайцев но плохо принял сейчас мяч сергею жизнь ничего здесь не сделаешь сразу не пробьешь и от кого здесь мяч уходит нет все таки от футболистов титана ну испугался несколько здесь совоськина ничего ничего а вот здесь ошибка какая ошибка атака 3 практически в 1 селасянов ульяненков и нет не попадает не попадается 2 попытки ульяненков просто в створ в рот и как спасается совоськин у нас опять да ну вот если бы не павел я уже не знаю но 5 мячей наверно бы титану забил молодец молодец павел действительно характерная черта этого вратаря я не имею ввиду что этой черты нет у остальных футболистов трансконтейнера но вот именно вратарь никогда никогда не бросает играть капков удар в ближний еще один удар мяч в поле нет не сохранился все-таки от ворот ну посмотрите как как давят титаны просто слева справа по центру отовсюду идут эти атаки от отсюда идет опасность и отовсюду доводятся эти атаки до ударов и при том что до ударов точных и совоськин действительно сегодня очень сложно вот он шанс удар дали ну как же так очень хотелось сейчас конечно же футболистом трансконтейнера чтобы никита мидин попал попал в этот дальний угол но нет нет точности пока что несколько не хватит не хватило их алтарасов пойдет отдохнет вместо него и кита лапин по 95 номером справа защите первый раз кстати никита лапин выходит также вот они пары изменения по белов у титан уже появлялся и обратная замена майга на шамарина все по изменим составным марина дает на ульянен кого тот будет бить будет из-под защитника как же сложно но совоськин снова выручает трансконтейнеры да вот кто кто а павел совоськин уж точно в тонусе игровом сумасшедшим и плюс твой листы титана его все время на этот тонус проверяют вот что что против такого соперника нужно делать трансконтейнер если говоря как бы сразу мысль никакая не приходит просто явно пока лучше лучше может быть готовы балисты титана к продолжению чемпионат и может быть уже мы видим некоторые плоды работы сергей горлокович жарков против капкова но вот он перехват зайцев несколько затянул с передачи и уже так быстро эту атаку не развить вперед крылов и назад просто назад совоськин туда вперед забрасывает капков там один карпов подсказывает своим защитникам что он сыграет в этом эпизоде и все тихо спокойно отвар также давайте вместе с вами просто заглянем в турниры таблиц чемпионата западной премии лиги туда мы еще не смотрели да чем же сулит возможная победа титана сегодня и поражение трансконтейнера ну во первых начнем того что все четко и по 13 туров у нас команды сыграли но давайте прежде чем перейти именно к позиции двух коллективов играющих сегодня скажем таких двух вещах но все таки достаточно груст для для западной премии лиги но первая вещь которая могла быть но хорошо что она не состоялась да это как только мы ушли на зимнюю паузу до футболисты альбиона с командой иваном ершовым и компании да там человека 4 перешли в юго-западный атлас и сразу у нас у всех возник вопрос что как же так все альбион у нас снимется и просто не доиграет или доиграет теми футболистами что есть это чемпионат но тогда уж соответственно конечно если там четыре ключевых практически футболистов у альбиона уходит но на что этому коллективу рассчитывать да но благо здесь все оказалось хорошо и иван ершов вернулся на на запад и он снова в том же составе выступает ну а вот новость уже конечно более негативно это то что вами клуб асанат гатагов у нас кто-кто а это это коллектив уж точно снялся и в чемпионате запада в этом году и вообще даже теперь и него не берусь сказать когда вот здесь удары да нет точнее прострел прострел фролова на дальнюю ну здесь просто руки разводит и говорит о том что как как это можно замкнуть фролова же так сильно бил но of это делал намеренно чтобы никто из защитников не перехватил да или чтобы контратака свои ворота не пошла так вот да асанга тагов снялись с чемпионата сказать действительно сильный клуб который собрал со сланга тагов вместе своей со своим братом мы больше к сожалению чемпионате запада но не увидим не знаю появится ли они снова в любительском футболе или нет потому что сослан решил сосредоточить свои силы как раз таки на формате 11 на 11 так вот видите да мы за зиму практически потеряли еще две команды да ну одну точно альбион спасибо им что они остались и и того если бы конечно было все совсем плохо то у нас бы вообще осталось 12 коллективов играющих и поэтому относительно западной прелигии действительно очень печально достаточно но ничего ничего играем теми кто есть не спасибо всем коллективом все-таки у нас хочешь не хочешь топовый чемпионат да на западе действительно топовые команды к топовый коллектив есть но просто всегда именно относительно свое мнение говорю что всегда хочется во первых и борьбы обязательны да на всех полюсах да и борьбы за чемпионство борьбы за середину за еврокубки борьбы и внизу да ну и хочется конечно чтобы наша лига стала во-первых снова полноценный да у нас никто где-то там посередине сезона не отвалился да ну и во вторых что она бы была конкурентно способны и так сказать на любых полюсах да и не важно даже если команда она где-то в нижней части турнира таблицы могла зацепить очки например с титаном и теми же фкс смотрим этот штрафной удар и спасает спасает фролов карпов кстати даже несколько удивленного похвалил конечно своего защитника крылов молодец выиграл с ленточки ворот этот мяч крылов был близок со взворота и вот уже карпа спасает жарков убирает от себя севастьянов 1 на подборе с ту же мяч вперед там ульяненков с тарасовым здорово здорово и в обороне у нас смотрится титаны шамарин с капковом посмотрите здесь целая карусель практически из большого количества пасов сейчас у баллистов титана не знаю несколько может быть голова даже кружится от владения мечом как здорово играть шамарин вот здесь я действительно такой настоящий подкат на защитника шарков добежит добежит не тем до этого мяча пас обратно в центр но там нет никого нет никого только карпов и капков и мне показалось что копов вроде подсказал что этот мяч будет забирать но каков решил эту остановку на разрядить еще еще не изменения да вот привыкли мы к тому что но обычно очень много времени да и вообще чуть ли не весь матч конечно же играет у нас павел крылов но этой встречи достаточно часто колой мазурин его не меняет не знаю может быть чисто функционально целый целую встречу павел проводить не готов но или может быть николай мазурин здесь также решил несколько изменить свой план виде замен и также решает там где-то вот по небольшим отрезкам там минус 67 до меня и своих игрок за этим мы тоже у транс контейнер последний куда рассказал я вам о турнирной таблице и какой она могла бы приобрести давайте также я вам и конечно же вернемся к командам и так титан лидер моя лидера завтра перелиги 13 встреч до всего лишь одно поражение от футбольного клуба сотрудников прокуратуры 32 очка фксп как раз таки следом за титаном у них 30 очков а вот транс контейнер достаточно высоко ульянков но вы посмотрите что творит илья вот здесь так скажем сам ульянников завела сам себя и соперников до на помощь сейчас и капитан команды транс контейнера прибежала терпеть зайцев и только вдвоем только вдвоем они смогли ульянникова наконец-таки этот мяч но не отобрать потому что только правило наружу пауза на паузу нас пауза нас связана с тем что нужно нужно несколько успокоить скамейку титана до после этого эпизода с ульянниковым пролов непонятно вроде билла или отдавал но гореть штрафной у артема не очень получился да никита лапин и сергей зайцев только так только на двоих это только с наружением правила смогли остановить ульяненко настоящий танк илья как всегда напролом просто напролом прет впереди падает встает дает мяч обратно пас вперед бушуев красников аккуратно здесь играть куда и как раз таки андрей жарков обращал внимание еще в интервью на том что до сдавали вопрос что ну что сулит возможное поражение от титана да и правильно конечно андрей говорит ну какая разница в если мы проиграем титану а потом проиграем еще кому-то то о чем вам собственно думать да как он там втором месте третьем может быть первым данным что по очкам то разница совсем небольшая здесь нужно выигрывать все все матчи и все матчи принципиальные конечно и этих матчах и действительно не так много не так много и и чтобы бороться за самые верхние строчки само собой нужно побеждать в каждом комисов комиса запомнил запомнил как лапин под него подкатился и сделал то же самое сделал то же самое ошибка от красникова кольца перехватывает будет бить дальние нет отдает отдает а ну как мне показалось несколько затянул несколько затянул сейчас этой передачи италий на ошибается теперь уже савойскин майга первые на это на этом подборе не совершенно ничего совершенно ничего впереди не получается с контейнера не получается ничего с тем чтобы этот мяч ну даже на 30 секунд удержать у себя и владение мячом за титаном наверно процентов где-то на 85 90 хоть и подсказывать николай мазурин что тогда быстрее просто принимайте решение быстрее в пас играете ничего этого у транс-контейнера все равно не наблюдается ульяненков ставит мяч в поле нет или да вот сейчас конечно евгений годин с позиции резервного поиграл на нервах транс-контейнера на моих тоже указал что все-таки упустил мяч ульяненков ну и казалось правильно майга отдает севастенов отличный перевод налево капков добежит до этого мяча до сохранит в поле но все-таки достаточно сильно этот перевод получился требует требует замену агатцев конечно же здесь по позиции все с ульянковым давайте также кстати с вами вспомним как вообще календарный 2019 год у нас коллективы заканчивали заканчивали они действительно очень плотно относительно титана все говорить не приходится месяц декабрь у них выпал очень ответственные да но начали они его с поражением с фкс п с отсчетом 3 1 если помните этот матч там два гола у нас один даниил кириченко забила приблизительно похожих ситуациях да с угловых ударов головой и ногой и кирилл далеков а также один гол на забил титан смогли только одним голом ответить потом следующая встреча с центральным домом недвижимости ничья результативная 33 мы потом 20 победа над под у транс контейнера поражение мега титана со счетом 20 и также игра спортером но там еще одна результативная ничья и 22 что да очень ответственным был месяц декабрь и титан кстати позволил фкс п приблизиться очень плотно к себе дал как я уже и говорит минус 2 минус 2 очка и здесь очень большой вопрос и я думаю пока даже нет смысла рассуждать очень плотно относительно его да кто же у нас чемпионом стоит абсолютно еще непонятно абсолютно непонятно кандидатов предостаточно и это хорошо тем не штрафной удар еще один митин ну и выше выше но знаете да если обычно транс контейнера не получается с игры да то получается со штрафных но сегодня и этого нет и этого нету ни крылов ни митин никто не смог принести результативную результативное действие своему коллективу да вспомню конечно крылов штрафный пробивал да но там с линии ворот вынес фролу мы на этом все на этом все но каких-то сто процентов моментов с игры уж точно транс контейнера не было поэтому сегодня пока что по всем параметрам титан своего соперника закономерно обыгрывать агавцев получает мяч тут же от фролова там где-то около углового флажка у нас зависли футболисты какой хороший вот мяча из аута и киселев киселев мог забить и сделать дубль четко на голову мяч прилетел но алексей пробил выше денис имидадзе вот кстати кто вообще сегодня на поле у транс контейнера не появлялся его на этот заключительный отрезок на поле вышел крылов мяч зависла в воздухе майга правильно играет проще а вот и артем сергеев также на заключительные 10 где-то так минут у нас остается в этом матче на поле выявляется майга посперед медадзе неплохо но куликов до этого еще не добирается и снова кутор атака киселев майга справа дает она лево на агапцева и что будет делать дмитрий будет бить будет бить но уже очень много футболистов транс контейнер замены замены и вот как было привычно видеть сергея харламо стартом составе титана да ну или по крайней мере в том составе который выходил на 1 10 минут раньше так вот как непривычно теперь же видеть харламо уходящего со скамейки запасных да на действительно последние несколько минут ну что ответить ли транс контейнер хоть одним голом сегодня тоже непонятно абсолютно непонятно ну я даже больше склоняюсь к ответу нет центре очень плотно тут же майга посмотрите что делает да набрасывается как тигр на крылова майга сам все сделать нет ну просто браво бравому маду майга сделал все сам посмотрите во первых не дал крыловую себе хорошо под удар прав подработать этот мяч до о своей штрафной он начал этого атаку до довел мяч до на совочки на не пожадничал и на пустые ворота отдал дмитрию агапцеву и он также гол носить на себя записывает но правда маду майга конечно как еще раз скажу сделал здесь все сам что же 4040 вычитала данным вам 4 да конечно же титан нас выигрывает одерживает победу в после этой зимней паузы но транс контейнеру я желаю как можно скорее приходить себя да может быть и сегодня них соперник такой еще попался но западной перелигии только такие практически соперники ну и давайте быстро напоследок я вам скажу о календарях которые ждут команды потому что западной перелигии титан у нас уже не сыграет в текущем месяце титан сыграет у нас только в кубке lfl два матча дома и на выезде с дизайн окно связи с там до стоял у них тур за тагом но как я уже сказал команда слона гатага снялась и поэтому техническое поражение будет у футболистов этой командой соответственно техническая победа у титана что же у до транс контейнера у них будет две встречи с северным динамом также в кубке лфл и между ними будет коммуна что же мы наш трансляцию заканчиваем спасибо большое что смотрели мы очень рады вернуться на сетань парка рады возобновлению нашего чемпионата спасибо еще раз вам скажу что следили за этой трансляции или алкенов вместе с вами с позиции комментатора с позиции операторе все алексей ксенофонтов что же следите за западной перелигой и всего вам доброго